В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Комплексное благоустройство лыжной трассы началось возле стадиона «Металлург». Мы планируем в октябре месяце уже, в принципе, сдать объект. Скажем, нитратам нет. Общественники муниципалитета провели рейд по бахчевым развалам. Нужно понимать, что если продукт созрел раньше, вряд ли он созрел благодаря природе или суперяркому солнцу. В лесопарковой зоне возле стадиона «Металлург» началось комплексное благоустройство лыжной трассы. Об этом спортивном объекте многие видновчане мечтали давно. И вот с учетом пожеланий жителей, благодаря губернаторской программе субсидирования, наконец удалось реализовать проект. Детали узнала Юлия Пагасьян. Еще пару лет назад комитет лесного хозяйства Московской области по распоряжению губернатора передал лесопарковую зону от стадиона «Металлург» до больницы в пользование Центральному парку культуры и отдыха города Видное. Территория более 250 гектаров. Для того, чтобы мы имели право официально зайти в лес и начать работы по исполнению давней мечты наших горожан – создание лыжной трассы. За эти годы, пока мы делали проект, произошли очень многие изменения в Московской области, в том числе уже другой взгляд правительства, губернатора, что заходя в лес – это не одна трасса, это уже комплексное благоустройство. Ведь запросы жителей растут. Сегодня люди воспринимают лес как парк, хотя это не совсем правильно. По закону в лесу не может быть многих объектов, которые могли бы установить в парке. Тем не менее, с учетом пожеланий населения найден компромисс. Создана концепция, утвержден проект. Две недели назад на территории леса за стадионом «Металлург» начались строительные работы. Все действия администрации Ленинского городского округа контролирует Министерство благоустройства Московской области. Делается обследование. Очень много есть таких моментов, когда реально уже деревья упали давно. От урагана еще расчистить надо, и все, высадить новые. То есть это огромное хозяйство. Где-то переходы, где-то мости, где-то тротуар. Вот у больницы сделали, всем нравится. Вот освещение. Это надо везде делать. Но надо не забывать, что это природа, это лес. И в лесу надо вести себя соответственно. Помимо лыжной трассы длиною в три километра, здесь будет установлено освещение, чтобы пользоваться объектом и в вечернее время. Создадут лыжную базу с прокатом и раздевалками, уборные, буфет, детскую площадку и скамейки с урнами. Воспользоваться этими благами смогут все желающие. Контракт исполнен 90 дней. У нас уже прошло с вами 15 дней. После подписания, соответственно, мы планируем в октябре месяце уже, в принципе, сдать объект. И зимой, и, соответственно, к зиме мы уже будем полностью готовы. Пользоваться трассой можно будет круглогодично. Ширина будущей лыжни – 4 метра. Будет сделан круг 400 метров, где, может быть, дети просто учатся кататься по этому кругу. И они, соответственно, уходят. У нас с вами, получается, трасса, она идет вдоль гаражей центральной улицы. Потом уходит наверх до границ совхоза имени Ленина, уходит в обратную сторону. Там есть два спуска подъема. Возвращается обратно к совхозу. И возвращаемся сюда на финиш. Деньги на строительство лыжной трассы в размере 39 миллионов рублей выделены из бюджета Московской области в рамках губернаторской программы. Софинансируется проект муниципалитетом. Это лишь первая очередь благоустройства. В планах у руководства округа продолжить создавать в лесопарке комфортную для отдыха горожан среду. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Все больше бахчевых развалов появляется в городе. На работу многих из них поступают жалобы от жителей. В связи с этим члены общественной палаты муниципалитета вышли в рейд, чтобы проверить наличие нитратов в арбузах и дынях. К общественникам присоединилась и наша съемочная группа. О результатах проверки в репортаже Юлии Пагасян. Лето – пора свежих овощей и фруктов. Многим уже не терпится вновь почувствовать вкус сочного арбуза или дыни. Но люди часто забывают. Бахчевые – продукт сезонный. Раньше времени он может созреть только при наличии нитратов. Мы взяли прибор, специальный нейтрометр, и решили проверить. Вот сразу хочу сказать, приехали мы на Красный Камень, здесь две торговые точки. Уголка потребителя нет, документов разрешающих нет, санитарных, медицинских книжек нет. Допустимая норма для арбузов – это 60 единиц. На обоих точках было 190, 210. То есть это в три раза, более чем в три раза превышает. То же самое касается дыни. Для дыни норма 90 единиц. Мы убедились, что в одном месте в два раза, а в другом месте в три раза превышает. Такие рейды в летний сезон проходят регулярно. Члены общественной палаты и представители администрации Ленинского городского округа проинспектировали несколько бахчевых точек в городе Витное. На удивление, в этом году незаконно установленных нет. Наша задача – отмониторить эти точки, посмотреть основания, чтобы они действительно были проверить медицинские книжки. Ну, опять же, в рамках мониторинга. Это все полномочия Роспотребнадзора, в том числе и то, что мы сегодня видели. Я думаю, что это повод для сигналов соответствующих органов Роспотребнадзора. Уголок потребителя мы увидим в понедельник. Судя по тому, что предприниматель нам сегодня сказал, если мы это не увидим, ну, соответственно, штраф в рамках административной комиссии им обеспечен. С приходом бахчевого сезона появляется еще одна проблема. И она уже связана не с нитратами, а с сознательностью жителей. Члены общественной палаты убедительно просят бездумно не выбрасывать корки от арбузов и дынь. Просьба жидкость сливать, а корки упаковывать в пакет и плотно завязывать. И тогда только выбрасывать либо в мусорный контейнер, либо в мусоропровод. У кого что в доме есть. Почему? Потому что вот эта вот жижа, вода, она скапливается, жара, мухи, насекомые. Впервые за много лет проверка дошла и до сетевых магазинов. И если на бахчевых развалах, которые располагаются на улице, значительное превышение нитрат, то давайте посмотрим, сколько нитратов в магазинах. Там, где эти арбузы и дыни продают абсолютно официально и со всеми документами. 227. В разы больше, чем мы бы приобрели арбуз на бахчевом развале. Вот такой вот результат там, где их продают официально. Похожие результаты с дынями. Понятно, что употреблять такие бахчевые небезопасно. Грозит отравлением и неприятными последствиями. Нужно понимать, что если продукт созрел раньше, приятно, он созрел благодаря природе или суперяркому солнцу. Это происходит, скорее всего, благодаря химии и прочим нитрата, содержащим веществам. Традиционно началом бахчевого сезона считается август. Середины месяца смело можно приобретать арбузы и дыни. А для удобства покупателей, общественники вышли с предложением оснастить все развалы нитрат-тестерами. В отношении торговых точек, где были выявлены нарушения, администрация округа и общественная палата намерены отправить запросы в Роспотребнадзор. Именно он уполномочен штрафовать собственников за несоответствующие к продаже товары. Юлия Пагасян, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видно этого. Медики ВРКБ спасли 61-летнюю жительницу Коломны Татьяну Мартынову, проведя экстренную операцию, стабилизировав состояние пациентки. Ситуация осложнилась в ковидной пневмонии средней степени тяжести. Вентральная грыжа появилась у Татьяны Мартыновой после проведенной 20 лет назад операции. Но вот угрожать жизни и здоровью стало только сейчас. Она опасла тем, что может произвести ущемление о том, как кишки, или толстые тихорды, которые так попадают. И, соответственно, потребуется экстренное оперативное решательство. Так и произошло. Татьяна поступила в РКБ с диагнозами кишечная непроходимость и вирусная ковидная пневмония. К счастью, удалось разрешить и непроходимость, и произвести пластику грыжевых ворот большим сетчатым имплантом. Операция тяжелая и в неинфекционное время, а тут еще сопутствующие патологии у пациента. Большой вес и артериальные пневмонии на фоне вирусной ковидной пневмонии. Операция длилась около двух часов. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и восстанавливается после кирургического вмешательства. Чувство в себе прекрасно. Большое спасибо коллективу, поликлинике, видному и всем, докторам, врачам, медобслуживанию. Очень большое спасибо. Они мне очень помогли. Я очень рада, что я сюда попала. Татьяна Сергеевна рассказала, ее муж также с коронавирусом лежит в другой подмосковной больнице, а все хозяйство сейчас на дочери. Женщина исправно выполняет все рекомендации врачей, чтобы поскорее отправиться домой. Там ее ждут дети и двое внуков. На базе детского сада «Яблонька» уже второй год подряд работает летний лагерь дневного пребывания для младших школьников. Наша съемочная группа побывала на праздничном мероприятии, посвященном закрытию смены. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Непростая задача для родителей – организовать летний отдых для своих детей. Не каждый готов отправить своего ребенка на каникулы к морю. Прекрасный выход – городские лагеря дневного пребывания. Именно такой досуг предлагает детский сад «Яблонька», расположенный в микрорайоне «Зеленой аллеи». Каждый день был очень насыщенным, познавательным, увлекательным для детей. Мы играли в разные игры, у нас каждый день проходили разные квесты, музыкальные досуги, развлечения. И вот сегодня мы тоже подготовили итоговый такой концерт в игровой программе с морской тематикой для детей. Смена в лагере началась 1 июля и длилась 28 дней. Смена начинается в 8 утра. Детки приходят, делают зарядку с педагогами. Потом у них завтрак, потом какие-то занятия происходят. Каждый день они разные, музыкальные занятия, развивающие занятия. Лагерь посещали 25 ребят в возрасте от 6 до 8 лет из разных школ города Видное. Многие выпускники – яблоньки. Одна из них – Аня Трошкова. Девочка признается, что была очень рада вновь побывать в своем любимом садике. Я хочу еще сюда прийти. Здесь очень весело и интересно. Интеллектуальные подвижные игры, всевозможные соревнования, веселые конкурсы, экскурсии. Педагоги старались разнообразить программу для детей. Витарины были сказочные, был еще морской бой, мы играли. Были очень интересные мероприятия. Мне понравилось, как мы гуляли, устраивали конкурсы, играли. Мы пекли булочки и очень много танцевали. Чтобы красиво завершить лагерную смену, организовали настоящую пиратскую вечеринку. Ребята с удовольствием приняли участие и подготовили музыкальные номера. На празднике отметили самых лучших, спортивных, талантливых ребят. И вручили почетные грамоты. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok